Дворец игровых видов спорта – самая масштабная стройка в Иванове за последнее десятилетие. Так окрестили будущий спортивный объект областные и городские власти. В четверг чиновники приехали на территорию бывшего троллейбусного депо, чтобы посмотреть, как продвигаются работы. Здесь уже начали закладывать фундамент. До конца года планируется установить металлические конструкции. Завершить стройку предполагается к 2015 году. В нашем городе не было никогда подобных сооружений. Сооружение очень серьезное, огромное, большое. И это оно позволит нам действительно проводить соревнования с самым высочайшим международным уровнем. Перед тем, как заложить капсулу знаменования начала строительства, губернатор и гость нашего региона, заместитель полпреда президента России в ЦФО Николай Евсиенко оставили свои подписи на послании потомкам, которым посчастливится заниматься спортом в достойных условиях. Много было обсуждений, дискуссий и в конечном итоге мы остановились на этом месте. И вот сегодня, приехав сюда, я лишний раз убедился в том, что это было абсолютно правильное решение. Потому что это место расположено в центре города и место это настолько не благоустроено, не обустроено для жителей. А у нас подобного рода мест в центре города осталось крайне мало. В новом дворце спорта уже через два с небольшим года появится шесть залов. Самый большой из них способен принять две с половиной тысячи болельщиков. И хотя до завершения строительства еще много времени, губернатор поставил местным властям четкую задачу. Сейчас уже городские и муниципальные власти должны думать о том, как будет функционировать этот дворец спорта, как они его будут содержать, как они его будут наполнять контентом. Безусловно, необходимо, чтобы там постоянно кипела жизнь. И это очень важно. В том, что все получится и дворец игровых видов спорта в Иванове появится, власти не сомневаются. Только в 2012 году будет освоено более 90 миллионов рублей. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.